Продолжение следует... Они давно с нами работают, на самом деле являются представителем DSR, которые работают с компанией Taiyuden. Аокисан, он представляет Taiyuden компанию, это японская компания, довольно известная. Значит, чем компания занимается? Она делает довольно прикольные вещи. Ну, понимаете, Wi-Fi, там разные, Bluetooth, это такая якобы простая вещь. На самом деле, это маленькие чипсеты, которые выполняют определенные функции, которые построят фрубер, определенный софт. Но для того, чтобы из этого легче было собирать железяки, типа телефона и так далее, делаются модули. Значит, что эти модули себе представляют? Они включают в себя вот эти непосредственные чипсеты, которые туда ставятся, и еще антенна, и еще дополнительные вещи, которые расширяют функционал этого чипсета. Практически можно брать этот модуль и, ничего не понимая, как работает wireless, как делать антенну, он может просто в свое новое устройство подключить. Так вот, такие вот вещи делают как раз Taiyuden. Они делают высококачественные, промышленные и для обычного населения использования, для использования населения в обычных устройствах. Очень крутая компания, на самом деле, здоровская. Аокисан является представителем компании, он отмечает за определенный психологический сектор. И он также работает с университетом, он является членом, я не знаю, профессором университета, где-то около этого. То есть, он является представителем университета в то же самое время. На самом деле, компания очень nice, так сказать, то, что они присылают людей, делиться знаниями. Конечно, маловато, народ приходит. На самом деле, пусть и сложно, будучи студентом, понять вообще, а зачем эти лекции нужны, как мне кажется. Потому что вас, наверное, больше волнует людей вопрос там. Как устроиться эта работа, как найти там получше работу, или вообще чем заниматься. То есть, более такие глобальные вопросы. Надеюсь, расскажите о каких-то технологиях и так далее. Я думаю, что это очень важно. Почему? Потому что, когда вы выбираете работу, то на самом деле от вашего выбора зависит, как вы попадете в правильную точку. То есть, допустим, если вы начали заниматься, предположим, Wi-Fi, а его там 6-5 лет взяли и закрыли. Ну, это стоит, что-то отдать не время, вот, без детства. А с другой стороны, если вы начали заниматься Bluetooth или еще какой-то технологией, вдруг, неожиданно, через 15 лет она, так сказать, извините за отношение, поперла, да? И тогда ваша специальность, ваш, так сказать, опыт будет больше стениться на рынке. То есть, вы будете там зарабатывать больше денег, вы будете иметь более интересную работу там. То есть, связь, на самом деле, непосредственно прямая. Указать эту прямую связь очень сложно, вы ее почувствуете потом. Но, поверьте, что это очень важно угадать правильное направление. Вот, собственно, теперь послушаем Ауки-сан по поводу того, что он там нам расскажет интересного. Я надеюсь, что будет интересно. Ауки-сан. 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 Так, for your introduction. Hello, everyone. And I'd like to thank you for giving me the chance to speak here today. И я бы хотел бы спасибо профессор Эдуард Константинович за эту возможность. И также я бы хотел бы спасибо Мистер Аннатолий Базвеевич, founder и CEO of DSL, и также Мистер и Миссис Камада, DSL-Japan, для этого возможности. Я бы хотел бы вам представить себя. Меня зовут Миккио Мик. Микка — Микка. Я живу в США, и мой коллега меня зовут Микка. И я в Манеже в Модель Модель Девелопмент в Тае Юде. Я живу в ГУМА, Джапан. И мой интерес интересен на праздничестве и на фармах. Это мой фарм, Гарлик Фарм. И эта фарм имеет около 12,000 галлик. Тае Юден, это наш компания. Вы уже знаете Тае Юден? Нет? Нет. Тае Юден, это серамик капаситер производитель. Это первый раз в социальных сетях. Мы также используем CD-р или DVD-р. Я не знаю. Да, реально. Вы уже знаете CD-р или DVD-р. Тае Юден, это основа. Тае Юден, это основа. И наш домик в Тае Юден. Это мы, в Тае Юден. Мы здесь, да? И в Тае Юден. И в Тае Юден. И в Тае Юден. Тае Юден. И в Тае Юден. В Тае Юден, это 100 км ranging west of Tokyo. Вот есть это тоже. Мы здесь, и делаем систему производитель. Производитель. Давайте перейдим на течение. Разрушаем течение. Таким образом, мы добились в 3 части. Я сестру поговорю с Пустью speaks о технологии и тенды. После того, что я буду смотреть на приложение на приложение. И, наконец, я расскажу о том, что мы должны делать, чтобы продолжить. Я проведена в следующей серии. Давайте начнем. Что такое вирус-модуль? Вирус-модуль это интервью соми-конутора и компонент с субстратом. Это вирус-модуль. В этом видео мы видим, что это снимает. Это белый блок, это семи-контакта, это чип. И это белый блок, это субстрит. Эти модули гарантируют РФ-проформанс. РФ означает радио-frequency. Эти модули приведены к последней продукции. Продолжение преимущественно. В результате модули. Причем, что есть приоритетные компоненты могут быть имея в виду модули. Почему модули? Первый причем, что не нужно для рф-проформа. So usually, if people don't use the wireless module, so RF engineers need it for RF part design. But if you use a wireless module, people don't need to prepare RF engineers. Second reason is no expensive RF test equipment necessary. Usually, RF test equipment is very very expensive. Maybe several million rubles or something. But if people use a wireless module, this kind of expensive equipment is not necessary. Third reason is no certification fee and time necessary. So usually, this kind of RF equipment needs a certification from a country. But the wireless module already has a radio certification. So you don't need to pay the testing fee and testing time. So wireless modules significantly reduce cost and time to market. So next is a category of wireless module. So there are a lot of variety of wireless standards. So Wi-Fi and Bluetooth and 3G LTE and 7G LTE and LTE. So this chart, the vertical shows the power consumption. And the horizontal line shows the communication distance. So most popular wireless standard is Wi-Fi and Bluetooth, right here. So almost all of our smartphones support Wi-Fi and Bluetooth. Maybe so you already know that Wi-Fi and Bluetooth are standard A. And Wi-Fi has a lot of standards. For example, so I3P 802.11A, 11D, and 11G, and 11N, and 11AC, and 11AS, like that. Also, Bluetooth has a classic Bluetooth and also Bluetooth Low Energy, like that. So each wireless standard is becoming more complex. So wireless modules reduce time to market or the products install the latest wireless standards. So here is the structure of our wireless module. So this module is a substrate plus metal ceiling case. So this structure is a traditional and the most popular structure. So recently we are using a substrate plus, so here is a resin molding and a sealed coating of the silver one. So this structure can make a wireless module very small, but a little bit higher cost. So there are two types of technologies. So one is the manufacturing side, upper side. And the other one is the design side. So fine-pitch chip mounting. That means the recent wireless chip has a narrow pin-pitch. So we need to, you know, assemble with fine-pitch chip. And also packaging technology. So I showed the molding and the shielding. And also high-density mounting. High-density mirror, so chip-to-chip distance. Also high-quality design. It's for manufacturing side. Another side is design side. So RF testing. So more faster or more accurate. Another one is also type approval for radio certification. And the CAD design. And analysis for noise or thermal analysis. It's also design side. It is a fuel. Yes? We use the machine for fine-pitch chip and high-density mounting. We use the machine for fine-pitch chip and high-density mounting. We use the machine for fine-pitch chip mounting And high-density mounting. One more time, Maoksan. Продолжение следует... В принципе, это компенсация шмикондукта. Эта компенсация примерно 0.5-мм. Но最近, 결과но более narrow, как 0.3-0.4-мм. То есть вот эти ножки которые вставляются, вот это расстояние стало еще меньше на самом деле. Да. История? Да. Хорошо, что мы будем делать. Хорошо. Давай. Это структурное резин молдива. Это модуль имеет 3.25 мм x 8.55 мм, очень маленький. И в этом видео мы видим, что это модуль. Это модуль соми-кондуктором. И есть индуктор и капаста. Такая дистанция между чипами около 0.1-0.15 мм. Такая дистанция между чипами. И каждый капастатор или индуктор имеет 0.4 x 0.2 мм, очень маленький. Хорошо. Хорошо. Такая дистанция проекция через молдивы. Это длина у нас только 2 модуль. Такая дистанция, в лицевой дистанции и левая дистанция. Но именно это панель, который имеет 171 модуль для панель. Продолжение следует... То есть 250 градусов по температуре, они расслабляют этот солдар, то есть это типа, я не знаю, алюминиевый, я не знаю как-то по-русски. Солдар, наверное, есть, да. И надо все это с большой точностью сделать, естественно, потому что расстояние очень маленькое. То есть они заливают все это дело, чтобы было secure, потом разрезают. Разрезают зачем? Потому что там уже много этих модулей, на самом деле. То есть на одной пластине 171 модуль, они их делают сразу. То есть это как конвейер? Ну да, чтобы быстрее. То есть пластины идут 171, еще один 171. Очень страшный процесс, я еду на фабрике, там это очень интересно. А потом еще надо протестировать все это. Там через рентген прогоняют, смотрят там. Тап софт, который проверяет все это. Чем быстрее делаешь, тем дешевле становится. Так, потом наcilенки актуальны. Так, нажимаем на фабрике. Вот так, нажимаем на пол. И затем нажимаем на фабрике. Потому что эта часть – антенна. Эта часть – антенна. Так что этот материал селитет уменьшает рф-профоманс. Не нужна. То есть эта часть на самом деле не нужна, но для того, чтобы быстрее делать, они сразу заливают все это, а потом удаляют просто грайндинг, это типа грайндер, ну как типа напильника. А шлифы, наверное. Так что, после грядасти, то есть дайсинг. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Александр, здесь есть 5 модулей, да? Да. Реал есть 1000-2000 модулей. То есть на настоящий на самом деле не это 1000-2000 модулей на месте. Таким образом. Таким образом. Это наш первый глутус-энергий модуль, в 2012. Таким образом, 9.6 × 12.9 × 2.0 мм. Следующий модуль, наш маленький глутус модуль. Может, наш маленький модуль, я думаю. Модуль 2018. Сайз 6.25 × 0.85 мм. Очень интересно, на самом деле. Вот видите, этот модуль, который получают. На самом деле, здесь очень интересно смотреть, как идет распределение труда во всем мире. Потому что разрабатывают они этот модуль в Японии, а используют чип из Норвегии, из Нордика. Нордик Семикондактор они используют. А Нордик Семикондактор лицензирует этот софтвер для непосредственно этого железа. У DSR, который является американской компанией. У которой являются инженеры, сидят в барабежах. Это очень прикольно, как все это работает. То есть, вот эта фигушка, это просто труд многих людей. Я просто говорил о корпорации. Да, да. Пожалуйста. Такой, это действительно. Да, это... Это номер, это футпринт и волюм. И оба на футпринт и волюм, Добро пожаловать в 1.25 и 1.10. У меня есть вопрос. Оксан, сегодня, 2018, это маленький. Что вы думаете, в 5 лет, что вы думаете? Как маленький будет? Мы имеем еще маленький модуль, но это самая структура. Субтитры плюс металл. Но эта структура есть новая структура. Резин и силивинг модуль. Оксан. Итак, вопрос. Как маленький будет? В будущем? В будущем. Это зависит от размера. Но размера размера меньше, поэтому мы можем сделать... 10 раз? Нет. Я не думаю. Это зависит от размера. Это высокая структура. Это высокая структура. Это легче. Таким образом, мы в Тай-Юдене фокусируем на небольшой структуру и на высокую релеабилитию. Я хочу поговорить о светлее. Если вы видите, вот этот мошен сенсор. Правда, он привязан, да? Вот для такого мошен сенсора, если мы там белый хотим использовать, Bluetooth, то есть типичная температура какая здесь там? Ну, наверное, там 10 градусов, до 30 градусов помещение, да? А если, допустим, лампочки, вы уже говорите, здесь уже начинается там... в потоке монопитном поиски... А, что поиски? То есть, а если вы видите, в целом, как поиски, что поиски, так и поиски, то есть, что все остальные наи, как поиски более, Нет, не 10,000, около 10,000, один пицц. И это нормально? Да, это не так. То есть 10,000, один пицц? Да. Итак, мы оцениваем на качество. И наш цель – один миллион пицц. Вау! Один из миллионов. Это, конечно, потрясающе. Должен вопрос. Получается, кроме того, что все это клеят машины, естественно, и производство, в основном, администрация происходит автоматически, там же присутствует крючная работа? В общем-то, на самом деле, это нормально. Все зависит от того, какая фабрика. То есть фабрика может быть организована так, что дешевые машины стоят, и много рабочих. А есть фабрики, где очень много машин современных. И произведенных тоже в Европе. И тогда, конечно, рабочих очень мало. Я был вот в Индии, я был в Китае и в Южной Корее на фабриках. Ну, вот самые лучшие были в Индии, на самом деле. Это удивительно, да. Я был удивлен. Культурное производство, причем просто бардак полный, а производство в полном порядке. Классные современные машины стоят, и очень, так сказать, все хорошо организовано. У них нет адреса или устройства людей. Там число рабочих мест, но это не как людей, и население огромное просто. Это такой очень загружный вопрос. Можно обсудить тоже, да. Извините, мы просто подумали немного о том, сколько людей у вас есть в фабриках? Тай-юнинг у вас в своем фабриках? Да, в фабриках. Это не фабрики? Нет фабрики. Нет фабрики. Какие люди у вас есть в фабриках? Скажите, какие-то миллионы у вас. Скажите, сколько людей вы имели для производства? А, это интересная вопрос. Просто в балдаках. Да, в балдаках. Итак, есть какие-то части, вы понимаете, ассемблительные части, тестированные части и пакетированные части. В каждой части есть один человек. Может быть, три или четыре человека. Тридцать три человека на каждой стадии, то есть три стадии, то есть двенадцать человек. И есть три человека. И здесь, и здесь. И здесь, и в общем, это здесь. Таким, спасибо. Итак, я вам покажу, как я показал вам какие-то части. Japanese word kaizen is you know the simple meaning is a improvement just improve so but the occasion of the quality so me the meaning is a continuously improve the current situation by work at the manufacturing factories so it's not forced by a company and it's a so workers voluntary action I want to add a little comment that we have made you when you started working with them, first we were not just talking about what we could sell but first we were talking about the philosophy of how our company works and how we are growing and they listened to you and said you are full kaizen so this is a process that really shows what we are doing and another spirit is the previous process is God and the material in process from us of previous process is a perfect so we believe a previous process and the next process is our customers why? why? it's a spirit but why did you give up? because it sounds like an ideal quality is God right? yeah yeah so you should follow it yeah it's a kind of a spirit yeah it's a kind of a spirit and the previous process is a God you know so perfect and we do the something and so we pass to us so next process is a next process is a you know our customers not you know internal good enough good enough ok now it's a little bit so difficult to explain these kinds of spirit на самом деле понятно что происходит потому что они сначала были действительно царем на рынке если вы помните до Китая, а потом пришел Китай и начал просто долбить. У них там цикл разработки был два года, а в Китае там было два месяца. Они выпустят барахло, которое выкинут через этот, то есть стоимость конечно разная, то есть вся концепция изменилась и они выносили были тоже поменять концепцию с идеального до VDNA. Мой стил конечно не как Китай. А когда это произошло? Мне кажется это произошло 15 лет назад. Буквально этот тренд такой мы видели, потому что мы начали работать в Японии в 2000 году, в 2003 году мы работали с Sony и у них уже начались проблемы серьезные и они уже начали менять все это дело. А проблемы какого плана? Они по наивности думали, значит, они собирали, допустим, вот они делают телефон большой, там Sony Ericsson делают телефон, у них там сидело 200 разработчиков в одной комнате, огромные, то есть вот так столы. Ну довольно сложный такой процесс и я выяснил, что большинство рабочих, которые там были, они были, так сказать, по сеп-контракту, то есть они не были работниками Sony. То есть это как бы они набирали новый поток, что у них есть менеджеры всех Sony, а все остальные яку можно типа напихать и таким образом работать. Но они получили побочные эффекты. Как только проект заканчивался, люди расходились, которых они научили. Потом новый проект они снова собирали. Но не факт, что те же самые люди. И уже знание потеряно, навыки потеряно, то есть заново начинается. И они начали проигрывать китайцам понятно. То есть там началось очень интересное преобразование этого процесса. Извините, я просто объясню какие-то интересные детали о том, как сказать, миграция или эволюционе. Какие рефлекции о эволюционе процесса и эффектах. Конечно, я не знаю все детали. Спасибо. Хорошо. Итак, теперь мы переходим к моему второму проекту. В этой секции я хочу показать вам несколько приложений использования. Первое, это «Той» для «Пет». Это «Блютуз» для смартфона. Это «Блютуз». Это «Час» и «Час» и «Час» и «Час». Это «Час» и «Час» и «Час» можно гидать. Это использование для «час» и «час» и «час». А вот здесь есть «Тут chicos» для «Тут». Это видимо, оно обращает на «Ипад», где «Час». Это «Тут» для «тут» для «Тут» для «Тут». «Тут» для «Тут», для «Тут» «Тута», для «Ипад». Попят rejoicing видео и участвовать программнение. У меня есть вот эта демонстрация, я покажу вам Можете сделать это там? Да, давайте посмотрим Робот? Робот, да, это робот Сейчас он покажет, как приложение не сделано В W2С как оно движется То есть ты играешь на iPad, нажимаешь, а он там движется Ну, в общем-то, задача такая довольно прикольная Ну, понятно, как делать Кстати, опять же интересно, вот вы софтор-инженер, да? Если бы не было модулей, вам пришлось бы делать эти модулы А тут делать не надо, все, так сказать, за вас сделают эти компании right So, это не коммуникеетов, это альфа и альфа И это не все Моя Секлоза Сокска забил Интересно вообще играть, да? Кто хочет еще попробовать? У меня есть вопрос вот мимо Сейчас, секунду Сокска забил Сокска забил Сокска забил Вы сделали апп на айпаде, да? Кто сделал? Сколько времени вы сделали апп на айпаде? Я не знаю Просто Сокска забил Ребята, как вы думаете? Сколько времени займется делать такое приложение? Вот вы можете оценить? Самое приложение не долго Не, один человек, а? Не очень долго Ну сколько, пару недель? Ну максимум месяц При знании При знании Вопрос в другом А Не могли бы Детали расцветить Получается В роботе модуль? В блютуз модуль? Не блютуз, конечно Нет, блютуз модуль Блютуз модуль Блютуз модуль А? Ну Нет, сказали же тебе, что блютуз модуль Нет, нет Он, получается Реагирует На кружочек А если мы его вытащим из кружочка Что случится? Вот в этом и есть вопрос Что происходит? Ну даже что бы было сюда Ничего не произошло Просто кружочек Я так понимаю, что у него процесс корректов есть То есть ему точно говорится, где он находится То есть он понимает это Потом, значит Задача спадает на ряску Задача А дальше не подождите Удаленную 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 Вот такие моменты Как быстро реакция идет Вот вы смотрите Допустим Вот вы не были на выставке на большой В СИЕС, да? Вот вы когда на СИЕСе находитесь Если вы пытаетесь подключить там Wi-Fi или Bluetooth То очень часто эта штука не работает Почему? Все это 2,4 ГГц, правильно? Очень много устройств Вот Все это зашкаливает Начинаются повторы Ретрая То есть посылки данных И так далее И все это начинает очень надежно работать То есть в общем-то Эта дема на самом деле Может вам там показать Как быстро работает Хорошо работает Насколько надежно То есть вы можете проверить Насколько эффективно это радио работает вообще Вот Потом вы действительно можете там Дистанцию там делать То есть все эти параметры Ну допустим мы работаем с компанией Канкас Канкас это Самый крупный провайдер в США Я забыл сказал Там 30 миллионов там Этих Сабскритных Таких И У них Серьезная лаборатория сидит Которая Все эти чипы проверяют Как они работают Там Когда много устройств Там Когда там Сеть уже в меш Появляется Это очень интересно вообще Все эти системы И это конечно очень примитивно Им просто нужно продавать Так сказать Чипсеты Они показывают клиенту Класс Здорово Ну это действительно здорово И действительно работает Вот Ну и Для нас тоже классно посмотреть Ну что там Ну что Дальше паш Этихи поиграем Давайте дальше Паш Паш Может Не может Немного Паш 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 Ступид партия или что-то. Вот здесь браслет есть вирус-модуль, но не требуется. Таким образом, это не потребуется. Для 1 год? Да, для 1 год. И здесь браслет нет. Поэтому мы не можем купить браслет. Но это браслет. Это браслет. Рентал или рейс идеал. Субстрики. Таким образом, вы платите 3-5 долларов в месяц. Таким образом, вы можете использовать браслет. И это браслет каждый год. Таким образом, это браслет. У меня несколько вопросов. Первый вопрос, я не понимаю, что это 1 год. Таким образом, как часто браслет вы пушите браслет? Я не знаю. Таким образом, каждый день? Да, каждый день нет проблем. Таким образом, вы каждый день получаете 2-5 долларов. Таким образом, вы получаете браслет. Это 10 тысяч человек. Мы не верим вас. Первый раз мы верим тебя. Второй раз, вы не верим. Потом вы получаете браслет. Да, это問題. Я думаю. Это большой問題. Вы должны убрать. Мы не хотим увидеть. Таким образом, каждый день в одном дизайне. Он не может быть милой. Таким образом. Я из-сюда завел си-юхэлл браслет, мммм, интересно. Машу вопрос. Это вот как просто браслет, там в нем какая-то батарейка, которая держится за один год и потом ее меняют? Или это именно сам браслет? Существует один год, потом ломается и заменяют весь браслет? Я не знаю, как это процесс, я думаю, что они батарейки меняют, но здесь интересный момент. По-моему, вопрос есть, это LTE у них там браслет, он посылает сигнал через реальный звонок или он посылает просто звонок как в Bluetooth звонок? Да. Александр, вопрос. Он отправит звонок. Он отправит звонок на Bluetooth? Или это LTE? Это фей-класс. Я понимаю, это фей-класс. Потому что у вас есть телефон, да? Да, это смартфон здесь. Я имею телефон здесь. Так что Браслет, да? Но это вот теперь, да? Я расстрелю л outside via LTE? Нет, Bluetooth, в лоя энергия. Я об этом удивлен, почему это уже будет вот здесь. Это должно быть около 5 лет. Я думаю, что... Да, батареи они очень маленькие. Батареи они очень маленькие. Батаре очень маленькие, да? Батаре очень маленькие, да. То есть они делают Bluetooth,呼 Nicole, и дают тебе звонок, делают. Прикольно конечно, странные те японцы. Настолько ты человек, это странные. Как долго задержишь батареек, если чисто ради эксперимента, сидеть и ты где-то из-за батареек? Я думаю, что у нас будет такие эксперименты. Знаете, вообще интересный момент, вот относительно, вот у нас есть один партнер, и они сделали устройство на другой технологии, и устройство типа контактный сенсор. Вот открываете, открываете дверь. Наши клялись, что на обычный CH2032 время жизни будет 10 лет. Мы поставили эти устройства, у меня первое устройство через 3 года сдохла батарейка, второй раз я поставил новую батарейку через 2 года. Я думаю, качество батареек, конечно, есть, но проблема в том, что все вот эти оценки, они очень обманчивые. То есть, если вам говорят, что эта батарейка будет 10 лет, или 5 лет, или 2 года, ну, вы, как можно сказать, относитесь с подозрением. Делали они тесты или нет, я не знаю. Да, да, вот, так, так. Это дартборд можно играть в отдельных местах. Вот здесь есть смартфон или смартфон. Смартфон и дартборд имеют вирус-блютуз коннекция. Таким образом. Это байк. Вы знаете название «шимано»? Шимано – это очень известный компонент производительный компонент в Japan. Они делают очень хорошие фишки. Да. Это следующий. Это «шимано» есть компонент для бископа. Это «шимано» есть цикло-компьютер. Это цикло-компьютер имеет вирус-коннекция с вашим смартфоном. Также, это байк имеет шифт-клёжки. Сазад федерейки. Проказад федерейки для профессионалов и арматура лейтера. Для того, чтобы заработать, кондиционер, скорость и скорость. Для того, чтобы дать заработать информацию на смартфон. Почему вирус-контроль нужны? Участник о том, что вирус-контроль и вирусы, а также вирусы. Стоит свитки для фронт-гар или реал-гар, обычно используют металл-гар. Но для металл-гар, это лучше, чем металл-гар. Поэтому используют металл-гар. Вы можете купить это в магазине? Да, конечно. Очень дорого. 20 000 рублей? Да, больше, больше. Это как хорошая машина. Да, да, да. Такая же самая ценная машина. Чайная машина? 20 000 рублей, это уже хороший машина. Вы можете купить 10 000 рублей. 10 000 рублей. Да. Да. У меня есть вопрос. Возвращаясь к детям. Да. Как это возможно для того, как можно сделать, как можно сделать, как и реал-гар. Как это, как лазер-так, используя технологию. Это означает, что у нас есть вирус-коннекционе? Да. Может быть, есть какие-то вещи, которые могут подтвердить точку на теле, где вы должны идти. Итак, как тяжело это сделать, как оружие и оружие? Как вы думаете, когда мы увидим эту игру? Как вы думаете, что у нас есть сенсор. Например, в этом направлении у нас есть сенсор. И здесь есть один вирус-модуль, вирус-модуль, вирус-модуль. Сенсор отправляется на этот смартфон. Смартфон calculает эти точки. Он практически статистику ведет. Он не отслеживает движение. То есть это более простая игра. Он не отслеживает движение. Он не отслеживает движение. В следующем случае, фишинг. Это также Шиману. Это фишфиндер. Здесь есть фишинг-порт. Фишинг-порт имеет фишфиндер. Это фиш-сонар. Это фишинг-порт, но и фишинг-порт не может быть. Поэтому, включается с фишинг-портиментом. или смартфон, или подобное устройство. Вирусы связаны с ней. И каждый фишерман знает о фишах. Так что это легко. для фишки. Итак, давайте создать уникальные гаджеты вирус-модель. Если вы имеете в качестве разработки, вы можете создать уникальные гаджеты вирус-модельном продукте вирус-модель. Все это требует ваша идея. То есть вы можете взять какой-нибудь сенсор уникальный на рынке, что-то такое, подключить этот сенсор к МСЮ, к определенному компьютеру небольшому, в минуту включить модуль, все, и вы там можете писать небольшой программ, который будет передавать там данные. То есть на швате здесь припаивать, собрать несколько датчиков, собрать какое-то устройство, и оно будет собрегаться в смартфон. Совершенно верно, да. Более того, что интересно, что он сказал в самом начале, то есть мало того, что это легко сделать, вам не надо знать, не надо иметь данных об антенне, там как, АРФ вообще работает, радио там, все. Самое главное, на самом деле, самая интересная часть, которая очень дорогая, вам не надо проходить через сертификацию. То есть вы понимаете, что все устройства должны быть сертифицированы, вот, прохождение через сертификацию, это значит, что вы должны сделать все тестирование, вот, вы должны, так сказать, заплатить за то, что третья страна, так сказать, будет это все тестировать, то есть это дорогой, трудоемкий процесс, если вы никогда этого не делали, для вас это будет еще дороже, это будет такая головная боль. потому, что это еще и елка, это еще и опасно, вот сейчас упал, и какие проблемы с сертификацией. Ну, там отдельная проблема, да. Да, там другая проблема. Ну, да, она там интересная. Заходите. 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 Спасибо. Ну, да, окей. В общем, модуль облегчает жизни стражей, особенно софтуры Женера, потому, что они обычно не любят, я там, допустим, не люблю робот железа, потому, что я не понимаю, что это такое, а если припаять, ну, я припаяю, там, четыре проводка, там, какие-нибудь, вот, и все заработал, песня, на самом деле. Таким образом, можно развивать свои идеи. Если раньше этот рынок был недоступен, то теперь все больше народу может тренироваться, вы сделали прототип, потом уже пошли, там, запустили серийную, уже меньше сделали, там, и так далее. Окей, так далее. Окей, так, давайте посмотрим на следующий вопрос. Так, что мы должны делать для того, чтобы проверить? Окей, чтобы стать сталинственным инженерам, то, в моем мнении, что это лучше, чтобы иметь два способа, это только на software-скиле, так что, да, вы можете сделать обеспеченные software, но если у вас есть их фаза, например, «моглостьohряжит» — это наученникная знакомая Энерг Midwesternываграя, которые othersjan�� делать видеострофу, вы у succeeder. You же умеете, так его機械 Aoитель, из К Eduard Epic Games, vanilla и к национальной информации и экономикиivity. за需要 взятие силы, которые помогут полотна как аналоги, и dan Twitch memes над successesу. из Моглоидов ни одного центра То есть ребята But the important thing is to read today's trends and think ahead. It's a trend of the time is very fast. So let's take a look at the history of several applications. So this one is a digital camera. Так, эта фотография shows the world's first digital studio camera by Kodak in 1975. So, this digital studio camera has 0.01 megapixel, but a monopropo. And then one picture recording for 23 seconds. But this one is the first one. So, this graph, this chart shows digital studio camera shipment. So, increasing the shipment, so peak is 2010. So, 2009 is the bankruptcy of the Riemann brothers for financial crisis. So, that is why I saw a little bit decreased. So, but the peak is 2010. So, why has the shipment so much decreased? So, does anyone know the answer for this? Yeah, with the spread of the smartphone, so the shipment volume is decreasing. That's the smartphone. Okay. So, let's move on to the next slide. And the personal computer. So, this picture shows the first Apple computer, Apple One. So, 1976. So, this one is the first Apple computer. And the CPU specification is 8-bit, 1MHz. It's the MOS 6502. So, memory is only 4KB. And the graphics is 40 by 24 characters only. So, but the current price of this Apple computer is maybe more than 20 million. 20 million rubles or something. So, current price. Wow. This is the symbol. Symbol. Yeah. So, here's the shipment of the personal computer. This blue part shows the desktop. And the red part shows the mobile computers. And the green part shows the tablet computers. The peak shipment is 2013. Okay. So, as you can imagine, the reason of the decrease is the smartphone. But the decreasing of the shipment is not so sharp. But the peak is 2013 and decreased. So, next one is the personal gaming machine. So, this one is the first Nintendo gaming machine. So, the name is a family computer. Famicom is a Japanese name. In 1983. So, but you may know that Dendi is better than family computers in Russia. Anybody know the Dendi? Okay. Yeah. I also just picked it. Yeah. That's CPU. CPU is 8-bit, 1.97 MHz only. So, but based on MOS 6502. So, it's a Japanese company, Ricoh custom chip. The memory is a 16 kilobyte RAM and plus ROM cartridge. This one is a ROM cartridge. And the graphics is 256 dot by 249. And here is a personal gaming machine shipment. So, not shown in the chart. So, but peak shipment is 1996. So, it's a console type. And 2007 is a portable type. So, of course, the reason of the decrease is a smartphone. So, next is a mobile phone. So, the history of a mobile phone is pretty long. So, analog service started in the 1940s. So, but the first digital service, 2G, started in 1991. It's a world's first digital phone. So, this one is not a creator or charger. This one is, you know, the headset. And so, here is just a car code. And yeah, this one, all of this one is a digital phone. And this smartphone is the first upload iPhone 2007. Thank you. Можно вопрос по поводу, когда началась 2G-эра, это именно когда цифровая связь появилась, или что? Что есть 1G? Мне всегда было интересно немножко повторно. А 2G это опять же? Это 9,8 ньютонов на килограмм при килограмме. Нет? Это 1G? 1G это аналогичный. Аналогичный? Да. То есть первая дизель, то есть вторая дизель. Ага. Как я знаю? Нет, нет. Интересно. Понятно. Вот. 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 Мобильный телефон. Рояй abruptа secурует представлены и KaraijkuTY это и USB для чего-то видно. Воюзниз под recу años? Вайз。 ВАЗ в зеркальазе цветоваться разограмма? Вауя連ез не вер�. Я не думаю, всё же. Всё же. Я чувствую, что в России было много перед всем, как в 2005-2004 годы. Вы уже не могли бы иметь телефоны, почти как айфон. Айфон, но не. Айфон в себе очень интересный для запросов. Просто, знаете, в традиционном виде. Я чувствую, что основной для айфон, конечно, есть много моментов, но в основном они создали апп-store. Они создали удобные оборудования для разработчиков, для разработчиков. Это открывает рынок. А остальные функциональности. Потому что у нас есть музыка, это прекрасно. Я помню, что Sony Ericsson фон, это было прекрасно. Все было прекрасно. Апп-store, это ключ. То же самое, на самом деле, по поводу модулей. То есть, как только больше народу получает возможность использовать технологию, применять, тогда получается взрыв. Как только это маленькая область такая, тогда проблема. Потому что здесь только специализированные люди, как бы группу или не имеют доступ к этому. Апп-store, это не только для альфа, но и для альфа. Аппл. 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 25 или 26. Сатурает. Это предпочитает. Следующий, это «Сельфодривный кар». Это видео-производство на первой первой «Ревел 3» «Сельфодривный» «Продукционный кар». Не «Тестинг», «Продукционный кар». «Ауди» 2017. «Сельфодривный кар» Это классифика в 5 «Ревел». «Ревел 1» — «Драйвер Ассистент». «Ревел 2» — «Паршал automation». «Ревел 3» — «Conditional automation». «Ревел 4» — «High automation». «Ревел 5» — «Full automation». «Ревел 1» и «2» — «Human driver» — «Монитар» «Драйвер». «Ревел 3», «4» и «5» — «Монитар» «automated drivingид champion». «Ревел 3» — «Ф merge processes instruments пут Brzo». So, you know, car manufacturer or car itself, so how does the car take a responsibility? So, scrap? So, that's all. So, that is why here, so, here is a question mark. So, Level 3 is technically ready now, but related regulation is not ready in any country. So, here, yeah. So, that is why, so, here is a question mark. So, this graph shows the forecast of the self-driving car shipment. So, now, so, 2019 is a Level 2 only, but maybe from 2021, so, Level 3, driving, self-driving car release, and increasing the shipment, maybe 20, 30. So, half is, almost half is Level 2, and another one is more than Level 3, 4, 5. So, what is next? So, AI and deep learning and quantum computing. So, next application will be based on these technologies. So, friends come and go. So, as I showed, so, digital camera, and the personal computer, gaming machine, and a mobile phone, and a self-driving car, so, all of them needs a software, okay? And, also, they need a hardware, so, especially, so, wireless technology. It's more important. So, please think about the coming trends. And, uh, please learn and improve the related technologies. So, I believe all of you will become a reading advanced engineer. Thank you for your kind of attention, and, uh, taking the time to join today's presentation. What about Tesla? What level does they have in their cars? Test? Tesla. 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 So, current Tesla, uh, so, uh, has, so, Rebel 2, but, uh, then H3, like, a Rebel 3 technology, but not, I think- So, it's interesting, Tesla is kind of, uh, screaming so much, about the technology, about Audi released it on the market?. Yeah, it's, a- just, only release. Релиз, 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 не продукт. Спасибо.